в котором мы живем, вообще в мире. На самом деле, сам по себе атеизм – это суицид. Человек приговаривает себя к духовной смерти, реально к духовной смерти. И фактически, если вы посмотрите, если кто увлекается искусством, кто-то из вас увлекается искусством, нет? Вообще, картинами и так далее. Фактически, очень много показывается смерти или же вырисовывается смерть как раз вот этим периодом, с середины или конца XVIII столетия до сегодняшнего времени. Показать смерть или нарисовать ее, выразить каким-то образом, она очень яркая вот здесь. Если в старые времена Микеланджело показал, может быть, красоту природы, небес, именно творение, грации и все остальное, то уже в момент пост-пост или начало XIX века показывается больше смертельных таких вещей, где ужас, где голод, где нищета, где, ну, на самом деле, это то, что диктует нам атеизм, понимаете, да? И до сегодняшнего времени, если вы посмотрите, каким картинам люди больше привержены, это секс, да, сексуальные какие-то извращения, крови, расчлененности, головы всевозможные и так далее, и так далее, и так далее. К этому, как бы, сегодня сама суть художества идет. И подталкивает нас суицид именно эта часть. Если мы в старые времена песни пелись о красоте, о грации, о возможности и так далее, то сегодня песни сложены очень жестко, очень серьезно, которые действуют на молодежь. И суицида среди молодежи очень много, безнадега, потому что вся пропаганда идет к тому, что мы никто и мы ничто, мы случайность в этом мире, поэтому ты можешь решить этот вопрос очень быстро. Тебе, если очень плохо, либо убей другого, либо убей себя. Каркабен, это Нирвана, это Дор, это еще Куин, это такие все эти команды, которые прорицают, я не говорю пророчество, прорицают свободный образ жизни, плюс конец его смерти. Ты можешь это облегчить себе жизнь. Это понятно, да, что само по себе атеизм и теория, сама философия атеизма, она сауцидная. Сауцидная или какая? Сауцидная. Да, то есть даже сама мода диктует многих вещей. Но мы, дело в том, что мы как верующие люди, возрожденные свыше, мы видим эту часть. Для них они не видят. Это считается модно, красиво, прикольно, да. Я почитаю. Притча 30 глава, 14 стих. «Есть рот, у которых зубы, мечи и челюсти, но ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми». Как бы, может быть, и тогда было такие, но сегодня это очень явно прослеживается в последнее время. Ну, я говорю, последние 100 лет, в которых мы живем. Это никак прогресс, это регресс. Прогресс может быть в социальном нашем развитии, я имею в виду технологий, удобств и все остальное, но регресс в отношениях и морали. Атеистическая любовь, как в философии атеизма предоставляет любовь, это не что иное, как животный экстинкт к совокуплению. И в этом разницы нет. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, женщина с мужчиной, или там многообразие, всего-всего. Это, возможно, опыт, это то, что нас величит. То есть биологическая нужда для выкидывания адреналина таким образом. Понятно, да? Таким понятием, что если мы, как животные, делаем все, что мы хотим делать, и мы всего лишь, как бы, случай, это толкает нас на, объединяя общество на развитие, ну, как бы сказать, самоубийства, плюс убийства детей, даже в зачаточном состоянии. Мы понимаем, что аборт – это грех. Давайте посмотрим, как решает вопрос иудаизм. Имеет ли женщина право распоряжаться своим телом, как она захочет? Вопрос такой. И ответ очень простой. В еврейской культуре, или в современной, сразу упирается на политическое состояние человека. Если это религиозно-консервативное, то тогда люди говорят нет, по убеждению, так как женщина не должна иметь, ну, она не имеет права на неограниченную, ну, как бы сказать, свою волю. Потому что она под мужем, либо под влиянием общества. И она не может делать аборт по причине того, что ей это не нравится, что она беременна. Понимаете, да? То есть религиозно и консервативный подход, он очень такой существенный. Либеральные взгляды также рассматривают это как вопрос, не имеющий отношения вообще к религиозности. Они рассчитают, что это отношение человека вообще к жизни. Мы не должны иметь отношения разрешать или запрещать аборты. Либералы больше говорят, что женщина должна решать, что для нее будет правильным с ее телом. Иудаизм учит, что человеческое тело, мужское или женское, принадлежит Богу. Так, как и учит и христианская позиция. Нового Завета. Брихаташа учит также, что наши тела Богу. Написано, предоставьте ваш дух, душа и тело, чтобы они полностью принадлежали Богу. Богу, жертву живую. Понимаете? То есть мы принадлежим Богу. Не только наша душа и дух, но и наше тело, и мы с ним не имеем права делать ничего. Так, например, еврейский закон запрещает самоубийство. Еврейский закон запрещает самоубийство. Голоха запрещает самоубийство. Так же, как и Новый Завет запрещает самоубийство. Понятно, да? Мы говорим так в соответствии той морали и атеизма, которая сегодня существует в мире. А с другой стороны, что считать сегодня самоубийством? Церковь православная, они считают, любое проявление самоубийства является самоубийством. любое. Что я имею в виду? Если человек тронут разумом своим, то есть болезнь, не то, что он свихнулся с ума, а просто у него болезнь, и он выпрыгнул из окна, считается самоубийством. И они его как бы не хоронят по канонам церкви. Как бы они пытаются уйти от этого. Понятно, да? Иудаизм на самом деле подходит, насколько с другой с точки зрения. Запланированное самоубийство с целью нанести семье, другим людям ущерб моральный либо физический является грехом. Спланированное. Но ее могли похоронить. Почему? Потому что, может быть, она не имела еврейских корней. По папе, по маме? Не знаю. Там есть причина, иначе. Смотрите. Если, да, опять же, если задумано, я не знаю, то есть надо узнавать причину. Может быть, у нее есть, она с папиной стороны могла быть еврейкой, а с маминой нет. Понятно, да? Как бы так. То есть, могли такие быть вещи. потому что, если запланированное суицид, что моей семье будет плохо, или же вот докажу, чтобы я чувствовала себя плохо, чтобы потом он жалел обо мне и так далее, как все. И, ну, из-за того, что обстоятельства такие, да, нанести вред обществу, то есть, где ты живешь близким, родным, ну, знакомым, это считается грехом. Если человек, ну, произвел самоубийство на почве нервного срыва, да, вот, как бы так, не считается грехом. Это, как бы, в иудаизме. Что это имеется в виду? Если человек сильно напился, ну, вот, начал буянить, и, знаете, такое, и, знаете, как и пьяному, и море по колено, да, только вот, он и упал, ну, пошел на балкон, и я теперь полечу, и выпрыгнул, да, по причине того, что его разум не был чист. Не считается самоубийством. Он согрешил, может быть, по пьянству, вот, как бы, но не считается самоубийством. Его можно похоронить по полным, как канонам, ну, погребения. Нормально. Понимаете, о чем говорю, да? Бабушек, которые там за 80 лет, им кажется, что сейчас их, они сейчас просто, просто быстро спутятся по веревочке с пятого этажа, пойдет в магазин, и, потому что, под, закрытая дверь. И, кажется, что сейчас, она сейчас быстренько спрыгнет, и все нормально. это делать. Это не считается, нет, это планированно, это планированно, да, это планированно. Благородный поступок самоубийства, такого нету. есть люди делают, но это не считается, как бы сказать, праведностью. Мы, потому что мы принадлежим Богу. Наш разум, тело, и наша душа принадлежат Богу. Понятно, да? И если человек, повествующий, свихнулся, то есть, у него, он неадекватно реагирует, если у него, ну, как бы, есть, ну, шизофрения, да? И есть разная шизофрения, есть бесовская шизофрения, есть болезнь, которая наследует путем перехолождения мозги, там, как бы, или что-то еще. Ну, это надо, все равно нужно иметь диагноз докторский, как бы такой. Поэтому иудоист ссылается больше на решение докторское состояние, чем такое. Я не говорю о христианстве, я говорю сейчас об иудоисте, христианство считает, наоборот, он считает, что любая попытка самоубийства неестественной смертью, да, является грехом и не хоронится по обрядам, ну, как бы, это религиозным. Здесь, как говорится так, Тора велит не наносить татуировок. То есть, что мы говорим о, если, если атеизм говорит, ты всего лишь являешься причиной, следствия и времени, да, то есть, ты делаешь, делать можешь, что тебе угодно, и со своим телом, что ты хочешь, то есть, как бы, получилось, не получилось, сотворилось, не сотворилось, то иудаизм говорит, что ты не можешь над своим телом позакомандовать, то, что тебе пришло в голову, ты Божий храм, в любом случае, Бог тебя создал, и запрещает делать наколки, написано, ваекра, это в Таразаконе, 19, 28, и наколотые надписи, не делай себе, то есть, в переводе с еврита, наколотые надписи, у нас перевод, в Таразаконе, это не наноси нарезов, нарезов на тело твое, так, по умершим, или имен по умершим, то есть, как бы, этот момент, немножко другой, конечно же, молодежь делает ошибки, делает, как бы, сказать, неправильно, но любой грех прощается, иметь в виду, сейчас, что в религиозном мире, которое держит еще, я считаю, что мораль общества держит еще, ну, вот так, придерживает, это религиозные общины, они имеют свои уставы, еврейский закон, также запрещает, принимать, какое опасное для жизни, разрушением мозга наркотиков, то есть, иудаизм по себе не поощряет наркотики, так же, как и христианство, не поощряет наркотики, не поощряет, если экспериментировать с химическими веществами, используя против тела, героин, кокаин, всяческие таблики, которые мешают развитию человека, которые влияют на здоровье, запрещается это делать, понятно, да, то есть, я провожу параллель между моралью иудаизма и моралью христианской, христианской, поэтому, чтобы мы нам не говорили, что, а вы иудаизме, вот так, или еще так, мы делаем, как бы, одновременно наше движение, есть, запрещается делать аборт, прервать беременность, запрещается, без явных патологических каких-то таких норм, да, вот, если есть нематочная беременность и все остальное, которая угроза для жизни, иудаизм разрешает сделать свою, ну, как бы, реанимацию такую. Угроза, угроза, нет, угроза жизни матери. Да. Доктор Фред Роз, Рознер говорит так, если будущие родители не хотят воспитывать этого ребенка, они должны дождаться его рождения и отдать его на усыновление. Нет, если даже вообще, вообще, как бы, так вот, если патология есть, вопрос сегодня, как мы решаем. У Александра и Ханны, которые шайноги, они знали, что, показал доктора, что там есть патология, ребенка, первая девочка, которая, Наташа, уже была патология, мы много молились, очень серьезно, и они сразу говорили, так, на 14-й неделе, когда они все это обнаружили, это все движняк, они говорят, ничего страшного, можем сделать аборт, мы напишем, что там даже 8 недель вашего срока, потому что по закону Украины уже нельзя, на 10-м, нельзя прерывать, потому что это уже считается, убийство, даже по законам Украины, в многих странах это не считается, в многих странах, даже в Европе сегодня считается, когда ребенок родился, это считается уже жизнью, до, когда еще он в утробе, не считается жизнью, для многих даже стран, но, они сделали решение, что они не будут это делать, и все-таки родят, было трудно, было сложно, было очень страшно смотреть, потому что Наташа родилась с искаженной лимфо-структурой, то есть, как бы, мешок, лимфомешок, он не был сформирован, и она родилась, Наташа, с таким, как бы, пузырем таким, еще отдельно, конечно, мы отослали в реанимацию, все, что вы сегодня видите, это и молитвы, и плоды хирургических вмешательств, и все остальное, но ребенок здоров пока, слава Богу, есть какие-то такие маленькие, как бы сказать, давления там на легкие, как-то еще, но вы видите, там еще с пальчиком не доразвит, но ребенок умный, знающий, хороший, как бы, логически мыслящий, и все остальное, мы видим это решение родителей, пройти до конца, и не сделать то, что им говорилось. как бы такие есть, я не буду говорить, опять же, о всех вещах, но, что женщина не имеет абсолютного права распоряжаться своим телом, как бы, что хочу, то и делаю, понимаете, да, это позиция отодоксального, как бы сказать, закона, или галахи, так же само и на это отвечает Писание, что не муж владеет своим телом, но жена, не жена своим телом, но муж, то есть не дает права на что хочу, то и дело, и не давать возможности блудить, и так далее, и так далее, то есть мы говорим, что мораль, мы подходим к тому, что атеистическая мораль всепозволительная, и как бы опыт, ты можешь сам себе придумать, и в этом выжить, как ты хочешь, то иудаизм, с одной стороны, и христианство говорит нам, что мы не имеем этого самостоятельного решения, делать, что хотим, если мы, как бы сказать, вообще, по реальности, что мы за все будем платить цену, за свои проблемы, мы видим спид, спид является, пожинаешь то, что ты сеешь, всепозволительность, если спид у человека путем наркотического, как бы употребления, он заразился, эта часть может еще длиться долго, то есть его можно приостанавливать, его можно, как бы лечить, его можно, как бы, увеличить свои клетки, прожить еще можно долго, спид, который передается сексуальным путем, практически, максимум, пять лет, максимальная жизнь такого, такого переносчика, или же заразного человека, пять лет, если через наркотики передается, передаваемое, оно примерно, можно 15-20 лет прожить, то есть, в сегодняшних моментах, то через половой акт, этот заразный, вещь, она передается жить максимум пять лет, это совсем другой экспект нашего разговора, есть ли вопросы у вас по вот этой работе, по атеизму, как бы всего, есть, нету, табакокурение, да, как вы задали вопрос, это мораль этого времени, получается, норма, но если вы заметите, что на всех сигаретах, на всех рекламных счетах и все написано, что не рекомендуется, да, это опасно для здоровья, это и Минздрав, Минздрав, Минздрав Украины предупреждает, курение опасно для здоровья, а? Да, 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 подтверждено, смотрите, мы идем тому, я вот, это тоже из разговоров раввинов, фактически Галлаха, это, ну, или правило для поведения и потребления семейных отношений, кашрут и все остальное, он, он видоизменяемый, то, имеется, что я имею в виду, из-за времени, можно было иметь какие-то нормы, которые неизменяемые нормы, но есть те, которые вносятся, которые входят в наш быт, да, они дополняются раввинами, со временем, пока сегодня нету дописок, ну, маленькие, может быть, есть, но, такие условия, но не общепринятые, но до конца прошлого тысячелетия, может быть, или 18 века, практически это было уже заполнено Галлаха, европейская Галлаха и как бы общая Галлаха еврейская, и там есть момент курения, потому что мы понимаем, что курение пришло, табакокурение, табакокурение пришло к нам из Америки во время того, когда испанская, испанская корона, ну, Богу и так делала вылазки и открытия самой Америки. Поначалу, как бы, это воспринималось немножко агрессивно, потому что не знала, что это такое, людьми вообще верующими, но потом, это как бы, из-за того, что это стало привычкой многих людей, они начали искать причины. И доктора, это докторское положение было, что курение было как лекарство, курение помогало пищеварению, помогало излечению всяких болезней желудка, дыхательных этих самых вещей, убивало микробы, зубы лечило, разные такие были. Да, ну, между прочим, многие, когда сильно болит зуб, многие так держат дым, оно угощает. Да, да? То есть, как бы, это, есть момент. А? Ну, да, но никто, никто так, но никто так не обращал это внимания, потому, как разрушительный, никто так не делал исследования. Поэтому будет вопрос, можно курить или нельзя. Конечно же, влиятельные раввины, которые уже курили в то время и основывались на докторских исследованиях того времени, что это полезно, они приняли такое как постановление, что можно курить. Это влиятельные были лидеры и раввины, и они не знали, как мы сегодня знаем, что это является привычкой, плохой привычкой, которая ведет к смерти. То есть, уничтожение твоих легких, приводит к раковым заболеваниям, сосудистым, сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее, и так далее, и тому подобное. Понятно, да? Если бы эти знания, которые мы имеем в медицине сегодня, дать нам в те времена, я не думаю, чтобы это пошло как правило, что можно курить. Понятно, да? Сегодня опровергнуть их, поставить под сомнение вообще их духовность и понимание Писания. Понимаете? Они не будут это делать. Но сегодня не рекомендуют они женщинам, которые беременны и так далее, курить. Но и так же не запрещают, потому что уже, как бы, не, нет, не потому что сами курят, а потому что уже это как старается, говорят, что это основывается на нормах еврейских раввинов. Чаще всего на сегодняшний день евреи не исследуют Писание. Они не хотят исследовать Писание, углубляться в Писание. Абсолютно не хотят. Потому что уже все сказано. У нас есть раввины, которые это исследовали. У нас есть Мамамид, у нас есть раввины, которые у нас есть куча раввинистических постановления, Талмуд и так далее, в которых все вопросы еврейской жизни описаны. И действительно они описаны. Поэтому им легче сослаться на раввинистические уже догмы и правила, нежели исследовать самим свое Писание. И даже относительно Исаии 53 главы, хотя я не хочу об этом думать, потому что уже за меня это сделали раввины, их позиция я поддерживаю, поэтому мне она не нужна исследовать Писание. Понятно, да? Это как сегодня фактически и в больших церквях, это православная церковь и католическая церковь, есть уже катахисис, которым они следуют, и правила отцов, отцов веры, церкви, и самим они не хотят исследовать Писание. И ко всему говорят, ты же, как бы сказать, чернь, что ты будешь знать духовно, ты не можешь интерпретировать Писание, это дано только высшим духовным людям. В этом сама проблема сегодняшнего христианства и сегодняшнего видаизма, что мы идем накатанной дорогой, которую накатали нам сами принципы и, можно сказать, правила, утвержденные 100, 300, 400, 500 лет назад. Вот и все. Да. Есть борьба иудаизма в том, что идет какая-то работа, не имеется что святый еврей, человек верит Богом, оказывается, есть евреи, которые вообще не верят. Нет, позиция иудаизма относительно евреев такова, но большинство, как говорят, то, что я слышу, что они не верят, что существует ад. на сегодняшний современный иудаизм, они не верят, что есть ад, есть высшая и низшая каста рая, как многоэтажный дом. Хорошо ты вел праведную жизнь, то тебе дадут самое высокое. Если нет, любой еврей, который умирает, он либо, даже он атеист, он все равно попадает в Богу. То есть, фактически, хочешь верь, хочешь не верь, но есть привилегия быть праведным, ближе к Богу познанию. Это одна сторона. И другая сторона, пытаются, даже если ты не верующий, атеист полностью, они привлекают тебя принципом еврейской культуры и практики. Понимаете, да? То есть, праздновать Новый год, ты не должен быть либо религиозным или нерелигиозным. Когда вы были коммунистами, богуя так, в Советском Союзе, от того, что ты праздновал Новый год, это влияло на твое коммунистическое мировоззрение? Нет, это был просто праздник. Так же само они подходят именно к этой части. Зачем? Что если тебя привлечь к Новому Рошашана, это еврейский Новый год, мы его празднуем вот таким образом, религиозным образом. И может быть, тебя это какие-то образы заинтересует и привлечет. Понятно, да? Ты куришь, ты пьешь, они к этому относятся очень просто. Главное, приходи в синагогу, приходи на службу. Зачем? Зачем? Может быть, в один день у тебя проявится то есть та добрая сторона твоя. То есть есть злая сторона и добрая сторона человека. Проявится и Хошем, то есть Господь излиет у тебя благодать, Он уже изливает, приходя, но ты откройся и отвернешься от своих дел, постепенно ты уйдешь и прилепишься к Богу. Можно проявится, что у нас земляки очень много людей походило. Ну, возможно, с премьер ими, ими, и праздник, да? Ну, и так тоже, это разное, и кума они там приезжают, и все, но сама суть-то праздника, суть праздника, Роша Шана, это праздник труп, да, или Новый год. Реально они назвали Новый год, потому что, как бы, ну, цикл там, всего, как бы, до сотворения земли, ну, там свои прибамбасы, и, но праздник называется трубить в трубы. Звук трубы, то есть, ион труа, день трубить трубы. Ну, что это, ни один еврей не придет, даже если он атеист, пойдем потрубим в трубы. Понимаешь, да, такое, а сказать, что мы пойдем на Новый год, у нас Новый год, и реально есть момент, где можно притянуть за уши много вещей, и они идут, они идут реально, через время они становятся частью этой жизненной позиции, они, может быть, не верят, как они верят, и не исполняют митцву, как бы, правила все, но позиция раввинов и людей, которые, чтобы постепенно был подход в христианской норме, да, жизни, у нас нет такого подхода, если, мы не можем быть толерантными с образом жизни людей, которые приходят к нам в общину, да, мы не можем постоянно сусюкаться с людьми, которые ведут безбожный образ жизни и не делая решения каких-то таких реальных, понимаете, да, в протестантских, православии то же самое, как бы, то есть, позиция, вот, почему многие православные церкви, или же там исторические, не говори православные, исторические церкви, законно-исторические церкви, которые уже там сотни, тысячелетиями, они относятся к протестантскому движению очень пренебрегаемо, потому что у нас нету канона, у нас нету, бог говорит так, катехизиса, того правил службы, у нас нету литургии, и так далее, им, например, приемлем больше иудаизм, почему в иудаизме так бывает, там есть литургия, там есть правила, там галаха, там есть подчинение, там есть иерархия, это выборы и все остальное, и так же у них есть, и их отношение к нам, как просто сброду людей, которые по своей натуре, они хотят так делать, у нас нету катехизиса, у нас нету молитв, у нас нету, умеется в виду, таких как канонических, таких уже утвержденных, у нас нету правила выбора, у нас нету иерархии, у нас нету управления, как бы вот это управление всего, у нас неорганизовано, кто кому чему подчиняется, кто кого может переставить и снять за неправильное поведение и все остальное. Мы пытаемся это сделать, но люди свободны все-таки, правильно? И поэтому нет такого отношения. Вот. Что еще? Какие-то вопросы еще есть? Сколько мы заканчивали? Сейчас, пять минут. Дайте еще вопросы, потом и... Смотрите, я хочу, чтобы вы поняли, можно ли сказать, что с развития христианства будет останавливаться атеистическая любовь, то есть уменьшаться. И если в том понятии того, что христианство возразведено свыше и которое захочет изменить свою жизнь через изучение Священного Писания, да, можно будет это остановить. Но само подсознание человека, оно уже заражено той идеей непослушания от Адама и Ема. У нас подсознательно этот бунт идет, да? И если вы заметите по церквям, общинам баптистских, пятидесятниц, протестантских церквей, там где есть закон ограничивающий человека в его самоволии, да, большинство людей, как бы сказать, они с этим борются. Если они пришли из мира и не сделали настоящее посвящение, где любовь Божья, это твоя воля, то есть ты должен выработать ее, делать по-божьему, а не по-своему, где эрос не поднимается выше головы, тогда эти люди остаются. Но очень много людей, они уходят из протестантских общин по причине галахи, которая у нас есть, то есть как бы где мы не позволяем, то есть мы показываем, возвещаем, что секс вне брака является не благословением, а проклятием, где курение, наркотика и всего того, всего, всего, это является грехом, понимаете, да, и таким образом мы лимитируем людей на своеволие, лимитируем, но подсознательно человек борется с этим, и если он падает в искушение и не понимает благодати Божьей на покаяние, прийти обратно к Богу, пока покаяться, он начинает идти в осуждение и говорит, что все, значит Бога нету, если я впал, я не задержался, значит Бог меня не удержал, значит всего ничего нету и пойду опять по старому пути, такого очень много мы встречаемся и легче всего быть прихожанином православной церкви, как бы богобоязненность есть, но богопочтения нету. Я прочитаю за счет курения, когда это началось. Известный ученый Арабий Яков Эмден, дата его рождения 1697-1776 год, так ответил на вопрос о разрушении курения. Табак полезен для тела, его природные свойства важны для пищеварения, очищения полости рта и помогает выполнению жизненных важных функций организма, циркулирует кровь, что является основой здоровья. Он действительно полезен для каждого здорового человека, не только потому, что приносит удовольствие и наслаждение, но и из-за своих благотворного влияния на здоровье. То есть, влиятельная личность иудаизма провозглашает это полезным и поэтому становится нормой для многих людей. Сегодня слова Рэбби Эмдена кажутся странными. Каждый, кто когда-либо чувствовал запах табака, может усомниться в словах Рэбби. Я читаю это тоже из равенесит... как бы сказать, письма раввинов, влиятельных раввинов сегодняшнего современного времени. Сейчас мы знаем об этом больше. Каждый год от болезней, связанных с курением, умирает около четырех тысяч американцев. Каждый год четыреста тысяч американцев умирает по одной причине, они курят. Потому что с этим связано... Не из-за курения они умирают, а потому что курение провоцирует различные болезни. Поэтому и вопрос о курении несколько изменяется. Курение подвергает жизнеопасности всех людей. На сегодня они опираются на дворим. Дворим это получается что у нас? Второзаконие. Второзаконие 4.15. Береги же души ваши. То есть они сегодня чтобы говорить людям, нельзя курить. То есть они не могут сказать, что нельзя курить. Но не могут сказать, что он вредит тебе курению, поэтому выбор лучше не курить, основываясь на второзаконии 4.15. Береги души ваши. То есть беречь и начать сохранять его и не уничтожать. Вот я вам вычитал из ну как бы я больше не буду читать такие вещи. Все, перемены. Давайте перемен. . Спасибо.